Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас обзор игры The Pedestrian и у нас есть 5 минут, чтобы ответить на главный вопрос, играть или не играть. Всем приятного просмотра и поехали! Краткая информация об игре. Игра вышла 29 января 2020 года. Разработчиком является Skokum Arts, это единственный проект данного разработчика, других игр у них больше нет. Основные жанры это естественно головонка платформер, нам нужно бегать, прыгать, скакать, решать местами простенькие, местами сложные задачки, связанные с физикой в том числе и с логикой. По обзорам у игры крайне положительные обзоры в Steam. Цена без скидки, full price 435 рублей. Однако при этом на распродажах и в различные скидки, на неделе скидок в Steam, на игру действует 30% скидка, то есть игра получается порядка от 200 рублей. Из плюсов то, что игра полностью поддерживается контроллером и на контроле очень круто и удобно очень все играется. Единственный минус для РУ сообщества это то, что нет русского языка, но в принципе русский язык там и не нужен, как в принципе и английский, потому что в игре нету никаких записок или что-то в этом роде, никакого повествования, поэтому в принципе не нужно это обращать внимание. Сюжет. Сюжетом все сложно, так как бы нет ни какого-то вводного ролика, ни каких-то записок, которые можно было бы собирать и понять вообще, что к чему. Мы играем за рисованного человечка, перемещаемся по различной расцветке знаком в различных локациях, локаций у нас по-моему 4, ферр локация по-моему склад, со складом поднимаемся с вами наверх на метро и с метро уже поднимаемся в город, потом впадаем в университет, бегаем по крышам, по паркам, вот в принципе на этом все. Но единственное, что собрав все необходимые элементы нашего девайса, у нас там будет небольшое изменение в геймплее, про которое я не буду рассказывать, чтобы лишний раз не спойлерить, ну и в финале становится чуть-чуть понятнее вообще, что к чему и почему в игре убегать над человечком и как вообще так произошло. Геймплей. В основе геймплея лежит необходимость выбраться с каждого уровня, у нас есть от 1 до 4, 5, 6 знаков, которые между собой должны быть связаны, но есть один нюанс, что связи можно устанавливать только один раз и и при прохождении этих связей менять их уже нельзя. Это такой нюанс игры, поэтому у нас есть, по сути, один, возможно несколько вполне возможно и решений, которые нам помогут выбраться из локации. На локациях нам нужно будет собирать пару различные ключи, ящики, чтобы запрыгивать, переключать тумблеры, чтобы отключать лазеры и прочее. С уровнем игры, с прохождением игры повышается уровень и головоломок. Чем дальше, тем будут появляться новые ломки, ловушки какие-то и будут добавляться еще плитки с заморозкой, то есть с возможностью изменения связей. В чем я касался в начале, да, как бы связь иметь будет нельзя, но в этом момент связи будет иметь можно. В основе нам надо будет собрать наш девайс полностью, у нас там 6 элементов, которые вот разбросаны на этих уровнях. Как я говорил, их уже, по-моему, 4. Склад. На метро мы передвигаемся между уровнями. Парк, город с университетом и крыши. Моменты из игры. Так, мы с вами спускаемся, тут проходим, спускаемся вниз, берем ключик, поднимаемся чуть повыше, да. Ага, нажимаем рубильничек, берем ключик, так, двигаем, нажимаем, теперь надо это же все отодвинуть назад. Итоговый вердикт. Это отличная игра, я всем советую в нее поиграть, как видите на игрании, в основном все одни плюсы, с исключением только что невнятного сюжета. От меня 10 из 10 и однозначно играть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok